Ваш мозг имеет свойство думать сам по себе. Он производит эти интеллектуальные процессы бессознательно. Часто вы принимаете какое-нибудь важное решение, и вас спрашивают, почему вы его приняли, или если я вас спрошу, почему вы его приняли, вы растеряетесь и будете искать аргументы, которые будут оправдывать ваши решения. Но внутренняя мотивация, почему вы уверены в этом решении, объяснить будет очень сложно. Почему? Потому что оно пришло откуда-то. Вот вы ложились с тяжелой головой спать, утром проснулись, и вдруг вы понимаете, как вам нужно делать. Потому что наш мозг работает постоянно. Если вы озадачены решением какой-нибудь бизнес-задачи, это происходит постоянно, даже во сне. И это происходит без участия вашего сознания. Это очень эффективный инструмент, работающий сам по себе мозг. Работающий мозг-предприниматель – это вообще что-то с чем-то. Это очень крутая штука. Но проблема состоит в том, что когда решение, произведенное мозгом, выходит на поверхность вашего сознания, вы неизбежно совершаете огромное количество когнитивных искажений. Почему? Потому что вы не контролируете этот процесс. Когнитивные искажения – это эволюционные механизмы, которые приводят к тому, что ваши, может быть, даже очень правильные по сути решения не учитывают огромное количество параметров, которые необходимо учесть для того, чтобы в финале ваше решение было действительно тем самым, которое будет результативным максимально. Но таких искажений много. Это эффект владения, это иллюзия выбора, это проклятие знания и так далее. То есть существует целый набор вот таких, встроенных в нас инграм, которые искажают те решения, которые мы принимаем, или являются просто имплицитными, внутренне свойственны этим решением ошибками. И вот задача любого руководителя – знать, что его мозг будет ошибаться здесь, здесь, здесь и здесь. После того, как вы хорошо себе представляете, где ваш мозг будет ошибаться, принимая решение вот так вот, зачастую просто этим, как некоторые предприниматели говорят, интуитивно я просто, но я понимаю, что это правильно. Вот это понимая, что это правильно, здесь вопрос, как это проинвентаризировать на предмет того, чтобы ввести необходимые коэффициенты, чтобы поправить эти естественные искажения, которые наш мозг наводит на наши решения, и предупредить негативное развитие событий. Это по целому спектру самых разных когнитивных искажений очень важно для нашего такого бизнес-мышления.